Впервые в городе Сланце состоялся обучающий семинар на тему актуальные вопросы капитального ремонта многоквартирных домов в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области. На семинаре обсуждались актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта домов, обмен мнениями, опытом и квалифицированные консультации специалистов в этой сфере. Вступительное слово взял главный редактор газеты «Знамя труда» Алексей Александров. А в целом мы подчеркиваем вот это слово «обучающий». Будем учиться, во-первых, у специалистов, которые сегодня здесь присутствуют, ну и будем благодарны той информации, которая представит у кого что уже получается. По итогам работы капитального ремонта многоквартирных домов в Сланцевском районе за 2014 год выступил заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района, председатель комитета по строительству Алексей Сыровский. Общий объем средств, затраченных на проведение работ, 16 миллионов 850 тысяч 559 рублей. Выполнялись работы по сети электроснабжения, теплоснабжения, холодное электроснабжение, крыши и посадку. По деревне Гостецы работы выполнены в полном объеме, работы приняты, замечания неизвестны. По Сланцевскому городскому поселению вопросы по ремонтам фасадов не все принято, устраняется нечем. Остальные работы все выполняются. По деревне Гостецы общий объем затрат на проведение ремонтных работ составил 2 миллиона 619 тысяч 806 рублей. По Сланцевскому городскому поселению 14 миллионов 230 тысяч 753 рубля. Перед присутствующими также выступили депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, депутат Константин Суровцев, руководители и представители управляющих компаний. Есть две принципиальные категории. Первая категория – это ПСЖ, где он управляет собственными деньгами. Вторая категория – это деньги, которые находятся у регионального оператора. Если они находятся у регионального оператора, вам может повезти, что ваш дом попадет как верно в ремонт, а может и не повезти, а это значит, что вы получите свой ремонт через 30 лет. И просто это надо принимать. И понимать именно цену своего действия или цену своего бездействия. На семинар был приглашен представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» Аркадий Головин. Он ответил на ряд вопросов председателей ТСЖ и жителей города. Как ускорить ремонт крыши? Дома 28 лет в подвале вода, ФД, ДП, ничего не делается. Пробляя дом в аварийном состоянии, добивались включения программы и так далее. Каким образом дом попадает в программу? Какие сроки формироваться? Программа актуализации – это вопрос, если я не отвечу. Как поставить дом на капремонт? Вы видите, что тот или иной элемент находится в аварийном уже состоянии, а дом по тем или иным причинам в ближайшей пятилетке в ремонте его нет. Вы из собственных средств заказываете экспертизу специализированной организации, получаете заключение этой экспертизы. И с ней уже, опять же, через свою управляющую компанию, либо напрямую в администрацию своего поселения, выходите, и дальше идет та цепочка, которую я уже озвучил. Администрация местная, администрация районная, комитет ЖКХ и внесение изменения в программу. Внесение изменения в программу делается только через постановление правительства Ленинградской области. Подобный семинар стал очень полезен для наших горожан. Программа капремонтов постоянно совершенствуется и дополняется. Поэтому будем надеяться, что подобные встречи будут проходить в нашем городе и в дальнейшем.